Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре достаточно большая серия фидеров от компании FLAGMAN, называется Squadron. Серия включает в себя аж 17 моделей на все случаи жизни, как говорится, и карп, и река, и пикирочки, и так далее. Значит, мерить я их взвешивать не буду, достаточно точная информация вся по транспортной длине, по весам. Посмотрите на Multifish, будет ссылка под видео, прямо на разделы, в каждом фидере все это написано, потому что это займет там целый час видео. Но самые основные моменты того, чего нет в каталоге, либо где-то информации в интернете, невозможно найти. Я померю, соответственно, измерю рукоять, толщину колец и так далее. То есть, таких вещей нигде не пишут. Поэтому, кроме как здесь, ниоткуда вы это не почерпнете. Только если не купите, конечно, сами или у знакомого не возьмете. Значит, сразу скажу, что вершинки ко всем фидерам идут 3 штуки в комплекте, ко всем по 3, кроме пикиров, там по 2. Уголь 24 тонны. Как кто смотрел мои видео до этого, я там говорю, что это тот уголечек, из которого можно хоть что-то удобоваримое сделать. Ну вот, здесь везде 24-й уголь. Фидера бюджетные, рассчитаны на массового потребителя, так называемые, неприхотливые. С большими кольцами пропускными, противозахлестными. Мощными колечки, недорогие. Про пропил сразу скажу, что я не слышал, что они там пилятся плетнёй или там монкой ещё как-то. Вставки иногда бывают, выскакивают, поэтому перед покупкой обязательно нужно это проверить. Точность также нужно проверить торцы, вот эти части, это у бюджетных фидеров, бич, так называемый, чтобы потом не получилось, чтобы 5-10 рыбалок проловили, у вас сломался просто так фидер на забросе. Поэтому, как это проверить, смотрите обязательно видео, где я рассказываю про, соответственно, проверки фидеров перед покупками. Это видео есть на канале. Значит, серия разделяется вот по таким цветам, розовый, зелёный, фиолетовый. И на них даже написано, для чего это, в общем-то. Понятное дело, что это маркетинговый ход. Вот, скажем так, если на фидере написано ривер, река, то есть, да, либо карп, то, соответственно, это не значит, что этот карповый фидер невозможно никогда пойти на реку, да, и, соответственно, наоборот, да, там с ривером не пойти на карпа. Ну, как будто не будет ловиться он, вот просто с ривером, фидером пришли на карповник, и у вас ни одного карпа не будет. Конечно, это не так. Вот, но, тем не менее, для новичков серия позиционируется по большому счёту, либо для тех, кто не хочет тратить большие деньги и редко выезжает на фидерную ловлю. Поэтому производитель, в общем-то, сделал достаточно грамотно, да. Вот розовый цвет, соответственно, да, и зелёный цвет – это у нас модели речные, так называемые. Ну, вот я рассказываю, как оно позиционируется. То есть розовенькие, они более экстра-хэвики такие, мощные, да, зелёненькие, они более по лайтовому течению. Ну, и, соответственно, фиолетовый цвет – это карп-карповики. Точности также имейте в виду, что по цвету катушек есть такие же катушки, у флагмана тоже называется серия «Сквадрон». Вот катушки точно также выделяются по цвету шпуль, посмотрите повнимательнее, и по цвету коробки, соответственно. Ну, предполагается, что по цвету розовая под розовый, зелёный под зелёную катушку подходит, можно подобрать. Такая же история в серии «Кастмастер». Точность также, можете, кто у кого фидер «Кастмастер», и кто не хочет заморачиваться выбором катушки, можете спокойненько брать, условно, к жёлтому «Кастмастеру», жёлтую коробочку катушки, просто выбрать, какой вам размер получше подходит. И будьте уверены, что она подойдёт по своим тяговым характеристикам, да, и, ну, и, соответственно, по надёжности относительной. Значит, давайте приступим. Основные моменты, которые все просят, это измерение нижнего кольца. В руках у нас, как всегда, забываю сказать модель. Вот, ещё даже что забываю сказать, сразу начал мерить. Про катушкодержатель ничего не сказал. Значит, про бланк уже сказал 24 тонны. Косички бывают, поэтому всем, пожалуйста, проверять. Вот даже я здесь вижу, у меня вот в руках фидер, уже есть небольшой лак, который здесь нужно убрать. Соответственно, по коречкам точно так же нужно проверять каждое коречко, чтобы вставка не стучала, чтобы потом просто вы не приходили или не винили продавца, потому что если мы вам поменяем без проблем, и вопросов не будет абсолютно никаких, плюс вы можете две запчасти в год получить совершенно бесплатно у нас в период действия акции, то если вы покупаете где-то в других магазинах, то, соответственно, как правило, вас развернут. И вряд ли кто-то скажет, что если вы шли из дверей, как вот даже я в своё время покупал свои палочки, когда ещё не занимался магазином и так далее, другой работой занимался, то пару раз было такое, что при мне человек возвращал даже, когда я там стоял и консультировался, и других консультировал ещё на то время даже, то человек пришёл и продавец ему сказал, что стучит кольцо, машину клал, он говорит, ну вы из двери вышли, мы же не видели, где вы там ударили, может вы там два метра прошли, ударили этот фидер и, соответственно, разбили. Поэтому как бы вышел, всё, твои дальше проблемы. А дальше уже, сами понимаете, если вы упираетесь и говорите, что это заводской брак, идёт экспертиза независимая, если она признаёт, что это брак, оплачивает продавец, если она признаёт, что не брак, оплачиваете вы. Но, зная нашу независимую экспертизу, куда обращаются многие, да, там стоят женщины в возрасте, и они, что такое удочка, знают только название. А что такое фидер, мах и всё остальное, для них вообще в диковинку. Поэтому они всем пишут, в общем-то, улыбаясь, что это не брак. Поэтому имейте в виду, что перспектив такое вот дело не имеет. Это я вам советую просто из-за того, чтобы вы деньги лишний раз не тратили на экспертизу, а потом вам всё равно ни удочку не поменяют, только деньги заплатят. В общем, смотрите, дальше, что идём. Значит, катушка-держатель. Силовой. Он дешёвенький, но у него мощный достаточно пластик. То есть он, в принципе, часто не ломается, то есть не больше, чем даже на более дорогих модельках. Из минусов. Вот здесь, вот как вот я говорю, что проверяю вклееку, здесь бланк, дырочка там идёт, дырка. То есть туда нужно в идеале, ну вот я иногда заливаю вот это место, раньше заливал, вот когда у меня были такие фидера с дырками, потому что пару раз было так, что здесь образовывалось и конденсат, и, ну, скажем так, и плесень, и всё что угодно. Потому что часто бывает, когда катушка-держатель сажает на бланк, его сажают на обычную бумагу. То есть там фактически часто бывает бумага. Когда она размокает, да, соответственно, там и запах неприятный, и плесень оттуда идёт, и потом в итоге начинает трескаться сам лак на бланке, когда оттуда влезают такие потёки, как бы под лак попадает воздух, начинает трескаться. Поэтому вот в этой ситуации лучше здесь либо следить за этим, что вода не попала, либо просто подзалить чем-то. Значит, дальше идёт обои. Обои достаточно дешёвенькие, но, опять же, по нареканиям не знаю, не могу сказать. Просто знаю по этим обоям, что за ними надо просто ухаживать. Тогда они прослужат долго. Если у более дорогих обоев и пробки, можно сказать, там под дождём остался фидер, да, дождь прошёл, вы его там положили в чехол и поехали домой, он там сам подвысок и ничего с пробкой не стал, то здесь встанет. То есть здесь вам надо аккуратненько всё делать, чтобы там вытереть, в крайнем случае, насухо. Дома приехали, просушили, чтобы он где-то там не остался, да, не запрела пробка, пресса не покрылась и так далее. Вот. По поводу, дальше торец идёт эва. Достаточно прочненькая, хорошая, надёжная эва. Здесь вопросов нет никаких. Будет служить долго. Ну и, наверное, по кольцам сказал, возвращаемся дальше к нашим измерениям. Значит, у меня в руках 390 с тестом 250 грамм, то есть 80-250. Ну, насколько это правда, мы потом разложим и всё узнаем. Значит, диаметр колечка 24 миллиметра. Очень хорошее кольцо. Сюда встают все катушки практически. Фактически лапки, сразу, да, кстати, упомянусь, лапочки у держателя высоко посажены. То есть проблем с тем, что не встала какая-то катушка, даже каденс, который не везде далеко встаёт, не на все катушки держателей, да, сюда всё встанет. И даевый, и шаманы, и все популярные катушки, всё сюда заходит, проблем никаких нет. Держак тоже раскрывается далеко. То есть запас по длине тоже есть, и по высоте, соответственно, для лапок всё равно всё это есть. То есть здесь в этой серии, вот я там часто говорю, да, что здесь аккуратнее проверяйте вот с этим фидером так-то. То есть здесь всё, вот эта тема вообще может быть закрыта. Значит, расстояние от кольца до центра держателя 66, рукоятка 45. В комплекте идёт три вершинки карбоновых. Ну вот я не знаю, нужно ли вам говорить по... Давайте не буду тогда говорить, значит, потому что всё это есть на сайте. А сейчас мы время занимать будем, что перечислением, ну не знаю, честно говоря. Вот две унции, четыре унции и шесть унций. Ну давайте буду говорить, может быть, кому-то лень зайти на сайт. Хотя для меня это большой плюс, если вы зайдёте на мультифиш и прочитаете там какую-то информацию. Значит, колечки крупные, с этим тоже проблем нет. Все шок-лидера, всё туда будет улетать. Единственный момент, это почему-то вот тюльпан, размер тюльпана, размер третьего кольца одинаковый. И дальше всё одинаковое. А вот почему-то второе кольцо явно меньше. Для чего это сделано, я не знаю. То есть лесочка будет идти чуть-чуть вот так, на вершинке. Для чего это сделано, не знаю. Но теоретически она должна изгибаться и, в общем-то, она, ну не знаю, по тёке лака на вершинках, то есть косячки есть. Не забываем, что эта серия бюджетная. Но, как говорится, на полёт это не влияет. По жёсткости. Ну, это дубовейшие вершинки. Ну, соответственно, и тест 250 грамм. Поэтому, ну, все вершинки карбон. Так, ну и длину. Вершинок, если кого-то интересует. Если кого-то интересует. Длина вершинок 53 см. Тюльпанчики здесь не противозахлёстные, а обычные. Дальше по всему бланку идут тоже противозахлёстные кольца. Это у всех так. Следующий фидер у нас в руках. Это 13 футов, то есть 390 см до 170 грамм. 50-170. Вершинки карбон. Тоже 2, 3 и 5 унций. Чтобы сразу время не терять, я вам вот так говорю. Так, диаметр колечка 24 мм. Вот здесь по вершинкам тоже, кстати, будет интересный момент. 68 расстояние от кольца до центра держателя. И рукоятка 46. Вот что по вершинкам хотел сказать. Чем отличается вот зелёная, помните, я говорил, серия Ривер, да? То есть речная, речная серия. Вот, опять же, момент. Смотрите, вот это тоже вроде как речник мощный, да? Ну, понятно, что на стояке не будешь ловить с тестом 250 грамм. Хотя здесь вершинки с противозахлёстными, мощнейшими тюльпанами. Просто огромными. Ну, соответственно, диаметры колец всех остальных на вершинках тоже большие. Но почему не вот эти тюльпаны? Во-первых, зачем они такие огромные? Во-вторых, почему их тогда нельзя было поставить на 250 граммовый, если они есть на 170 граммовый? Ну, для чего? Я вот не очень это понимаю. То есть здесь противозахлёстные есть, там их нет. Ну, вот, как вы имеете это в виду, кстати говоря. Это вот такой момент очень хитрый. Так, дальше у нас идёт такая вот, немножко выбивается из общей массы. Это 12 футовик, перец, 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 фидер, 0,5, единичка и двушка. В комплекте вершинок, вершинок, соответственно, 3 и тоже с противозахлёстными кольцами. С противозахлёстными и кольцами на бланке, и тюльпанами на вершинках. Ну, соответственно, 24 мм тоже противозахлёстное кольцо, расстояние до центра держателя 61 и 42 рукоятка. Здесь у нас изменён дизайн с таким, скажем так, забросом на то, что, в общем-то, на какой-то дизайн, скажем так. Что-то пытались здесь сделать из дизайна. Но катушка-держатель другой, с верхней контрагайкой. Вот я по своему опыту говорю, что когда на фидера Сабанеев импульс я искал надёжные катушки-держатели, потому что фотоны просто без приставки про фидера фотон, мне не нравились. Не я их разрабатывал, не я их делал, да, когда я пришёл в компанию Сабанеев, её возглавил, и мне они сразу не понравились. Потом пошли нарекания, я уже один, второй, третий раз слышал нарекания о том, что верхняя гайка отваливается от лапки. Соответственно, я понимаю, почему это происходит, потому что там дешёвые держаки стояли, они не должны были быть даже на дешёвых фидерах. Я не хочу, чтобы на моих фидерах что-то отваливалось. Поэтому, скажем так, я заменил серию импульс, пошла фотоны, я снял с производства, и серия импульс, я, ну, как бы, это моя серия, я её разрабатывал, бюджетных фидеров надёжнейших. В общем-то, конкуренты вот этим, ну, как бы, относительно конкуренты, потому что народ выбирает больше импульс, всё-таки стороны импульса, когда видят. Так вот, я о чём говорю, у меня там точно такая же гайка, но она внизу, и она удобна, потому что, когда вы берёте вот так руку, у вас под мизинцем становится, либо чуть дальше эта гайка, и вы её не откручиваете никак, она вам вообще никак не мешает. То вот здесь, если взять вот эту гаечку, она у вас сверху, вот она под рукой крутится, и, соответственно, все вот эти большой и указательный палец, весь в прикормке, в связи и всё остальное, вы всегда будете на него падать. То есть, зачем это сделано, не знаю, но это сделано. Так, по, сказал остальное, дальше, следующий. 12-ти футовид, 360, до, 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 у нас до 100 грамм. Это карповый уже фидер, карповичок так называемый. По вершинкам, точность так же они у нас идут с противостюльпанчиками, с противозахлёстными, вот по чувствительности до 100 грамм. Вот, я вот, почему я этот фидер когда брал, видите, какая вершинка? Вот от тюльпана она уже клонится вниз. Ну, плюс ещё вот эти подтёки лака, но это, как бы, как говорится, на погоду не влияет, но вот, вот этот перегруз бешеный с тюльпаном, я, честно говоря, не знаю, то есть, ну, можно было найти подешевле, подешевле, скажем так. Ну, другие тюльпаны поменьше, и которые тоже дешёвые, в общем-то, я это хотел сказать. Значит, по унциям, здесь полторашка, здесь, соответственно, у нас двушка, все карбон и трёшка. Ну, по, вот это не полтора унция вообще, то есть, это 0,75, имейте в виду, вот это 0,75, это не полтора вообще, даже и близко. То есть, она сама сгибается под собственным весом, а я, вот видите, еле дотрагиваюсь. Вот, эти уже пожёстче, то есть, ну, вот это удобоваримо ещё. Вот это, это уже жёсткая вершинка, она где-то в районе 4 унций, то есть, она явно перебивает этот тест. Ну, здесь две карбоновых, одна стеклянная, поэтому, имейте в виду, я диаметров колечек на вершинках не касаюсь, потому что там всё в порядке, то есть, это, наверное, одно из единственных, к чему не надо придираться. Значит, расстояние от кольца до центра держака 55, рукоятка 44, и меряем внутреннее, точность такой же, 24 миллиметра, колечко. Так, следующий у нас зелёный ривер пошёл, 360, тест 140 грамм, полтора, три и четыре. Унции, да, вершинки. Вот они тоже, все карбон, они тоже с противозахлёстными тюльпанами, но здесь правильные тюльпаны, они уже меньше размером, и они уже не перегружают вершинку. Вот, ну вот я не побоюсь этого слова, я не знаю, дурость что ли. Вот передыдущая вершинка, нежнейшая, да, где написано полтора, хотя она 0,75, там тюльпан вот этот в противозахлёстный в два раза больше, он его провисает. Здесь вершинки дубовенькие, дубовенькие, но тюльпанчики на них намного меньше. Вот почему нельзя такие тюльпаны туда поставить, и это хотя бы будет приятно, они, ну, хотя бы будут вершинки информативные. Так, все карбон, ну, по тестам трёх вершинок я сказал. Так, расстояние к кольцу тоже 24, даже мерить не буду, вижу, 58 от кольца до центра держака, 45 до рукоятки. И последний у нас пока здесь, пока мы очередную партию не выложили на стол, потому что сегодняшнее видео длинное, 17 штук, или сколько их там мне, скажем так, мне дали ребята с нашего склада. Значит, 420-й, Squadron Pro Carb Feeder, 420-й, 160 аж грамм. С мощным таким же кольцом. Вот, кстати, опять косячок здесь, надо подпиливать всё. Три вершинки, как говорю, одна вершинка стекляшка. Ну, стекляшка, скорее всего, у нас самая нежная, это две унции. Ну, да, вот это две унции, наконец-то, вот две унции. Но здесь опять бешеный размер тюльпанов. Вот те тюльпаны сюда, и всё, и вот уже нормально абсолютно было. Вот, ну, вот эта вершинка, не знаю, сколько, сейчас скажу. Написано 5, ну, а на 7 где-то. Вот это написано 3, да, на 3, согласен. Я вот сейчас не, как бы, не понтуюсь, что я руками чувствую. Просто через меня тысячи вершинок прошли, и, как бы, я честно говорю, что я там знаю, в чём я сомневаюсь, или я скажу, вот это моё мнение, да, ну, сами посмотрите, я не уверен. Но вот в чём я уверен, в том я и говорю, что, как есть, да, и не скрываю. Так, от кольца до держака 61, до центра катушка держателя от кольца, и 48 длина рукояти. Ну вот, господа, мы разложили следующую партию. Все сразу на стол не умещаются, поэтому приходится одни снимать, вторые раскладывать. Значит, 390 до 130 грамм у меня в руках. Спешл-фор карп. Специально для карпа. По вершинкам, по вершинкам, 3 вершинки, все карбон, с мощными тюльпанами, такими же. По унцовкам, 4, 2, 3. Ну, крупные колечки, пропускные. Вот здесь, кстати говоря, средние кольца уже нормальные, не такие, как вот на предыдущих, одинакового размера. Ну, соответственно, вершинки все карбон, вроде сказал. Так. По диаметру бланка, не знаю, нужно ли это все, потому что это не слим, бланки далеко. Ну, давайте вот эту партию я померю, но вот они примерно, не знаю, такие же. То есть, я не вижу, честно говоря, смысла измерять диаметры бланка. 61 до центра катушка держателя, рукоятка 47, колечко тоже 24, ну, давайте диаметр бланка на всякий случай. Вот, чтобы сравнение просто было, значит, у 390 130 грамм диаметра бланка 16 миллиметров. Все кольца противозахлёстные, соответственно, катушка, держатель простой, но удобный, надёжный. Следующая моделька. Это у нас 14 футов, то есть, то бишь, 420 сантиметров. И тест 100-300 грамм. По вершинкам 3, 5 и 6. 3, 5 и 6, все карбон. Ну, вот такие вершинки. Вот, опять же, здесь уже нету противозахлёстных колечек. Хотя, вот скажите мне, какая разница для кольца бросаем, мы ловим карпа этим фидером с большим тестом, или мы для реки кормушку бросаем. Какая разница-то? Почему тогда здесь нету противозахлёстных колец, а там они есть? И, кстати говоря, на вершинках проверяйте обязательно вставку колец. Вот я сейчас засовываю одну, тут нету вставки кольца. Так, но имейте в виду, что прежде чем мы покупателям отдаём, у нас трёхкратная проверка, да? Мы три раза проверяем всё это дело. То есть, мы сначала, у нас курьер, если это не, скажем так, мы берём со склада производителя, либо это привозится к нам. Сначала проверяется, наш курьер берёт, проверяет, мы привозим сюда, прежде чем у нас есть три дня на проверку полностью, мы опять каждый открываем, нагружаем в четырёх плоскостях. Я так научил ребят, да, с хорошим прогибом, да, фидера, чтобы ничего не лопнуло. Проверяем всё визуально, то есть, это вторая проверка уже наших менеджеров здесь, да, в магазине. И третья проверка этих фидеров будет уже, когда мы покупателю отдаём, да, при нём, чтобы он всё видел. Поэтому здесь вот в плане вот этих, вы не переживайте, что там вам достанется какой-то фидер с вылетевшей вставкой. То есть, всё это проверяется трёхкратно, соответственно. Но, тем не менее, конечно, вы тоже смотрите. Так, следующая моделька, следующая моделька у нас 390 до 90 грамм. 0,75, 1,5 и 2,5 вершинки, 24 миллиметра диаметра кольца. Вновь это такой приятный наш друг, который пелет фидер с таким же катушкодержателем, с ручкой вверху, которая лично мне неудобна, да. И, кстати говоря, имейте в виду, что вот по качеству пробки, ну, да, такая она, ну, скажем так, невысокого качества. Очень нужно ухаживать. Зато есть торцевая пробочка красивая. Так, расстояние до центра держака 63, рукоятка 44. И давайте для любителей побалуем диаметром бланка 13 диаметра бланка. Ну, соответственно, здесь у нас 3 вершиночки в комплекте. Секарбон с легкими, небольшими, противозахлестными тюльпанчиками. Кольца крупные очень. И, в принципе, вот я для вас смотрю 0,75. Ну, понятно, что это не 0,75, это 1,5, а то и 2. Вот это вот у нас 2,5 написано, на самом деле она где-то 3, а вот это вот, что у нас написано, 1,5, ну, она где-то 2, 2 с копейками. Все вершинки карбон. Просто вот исходя из этого, имейте в виду, что я вам говорю, когда вы будете покупать тот или иной фидер. И дальше пошли приятные фидерочки, пикерочки. Эти вот желтенькие, 3 штучки, это пикер, 10 футовик, то бишь 300 до 50 грамм. Как я сказал выше, вершинок здесь 2, 1 стекло, 2 уголь. Имейте в виду, еще, значит, полторашка и 0,75. Вмейте в виду, что на этих вершинках, как и на самом фидере, кольца уже стоят матчевые. Теперь, еще раз, момент, на вершинках матчевые кольца. Кто-то не услышал, на вершинках кольца матчевые, высоко посаженные, у пикера. Сейчас еще один прикол покажу. Так, расстояние до центра держака 76, рукоятка 43 и диаметр бланка 12. Следующий пикерочек, девятка, 270 до 45 грамм, с огромными матчевыми кольцами. Вот, смотрите, просто вынос такой бешеный кольца матчевого. И что самое прикольное? Вот, смотрите. Две вершинки не входят в тубус. Они, у них огромные, высокие матчевые кольца, высоченные просто, которые не нужны. Вершинки, сразу скажу, пока их назад не засунул, 0,5 и 1, стекло и карбон, 1, карбон. Вот, смотрите, все, дальше она не входит. Вот одна провалилась, а вторая, все, или я гну кольца, или ломаю их. Поэтому они поставляются, эти фидерочки. Я вот даже вот не буду их туда засовывать. Они поставляются, что в тубус вторую вершинку не кладут. Она одета на второе колено и также вставлена в чехол. Вот в таком виде он поставляется, потому что они туда просто не лезут. Значит, расстояние до центра держака от нижнего кольца 66, рукоятка 42. Диаметр бланка 11. Так, следующий пикер у нас, восьмерка, 8 футовик, 240 до 40. Но вроде бы нежнейший товарищ должен быть, такой приятный в руке. Но, как я сказал, насколько это возможно сделать, сразу измеряю. Расстояние 54 от нижнего кольца до центра держака 40, рукоятка. Диаметр бланка 10. И здесь такая же история абсолютно. Видите? То есть, все, я ломаю кольцо фактически. Все, они не входят вообще. То есть, матчевые кольца высоченные на этих вершинках. Вершинка 0,5 и единичка. Единичка карбон 0,5 стекло. По жесткости вот это вот 0,75, хотя она списана 0,5. Это 0,75, а то и единичка. И там, где написано единичка, на самом деле она 2,5. Я говорю, что это не придирки. Кто возьмет и кто хоть чуть-чуть понимает в этом, он сразу определит вот на ощупь. Так, ну, видите, вот смотрите, раз, все, ну вот. Ну и все. Дальше уже никак. То есть, только одну. Вот одна влетела. Ну, соответственно, вот таким макаром мы их будем в чехол класть назад. Ну вот матчевые кольца. Так, следующий у нас до 200 грамм, 360, вершинки 2, 3, 5. Растать 24 диаметра кольца, до центра 60, 59. От нижнего кольца 43. Рукоять сама, диаметр бланка 14. И в комплекте три вершинки, которые удачно входят в тубус. При этом палка, этот фидерочек, они не оснащены противозахлестными тюльпанчиками. Но вот эти тюльпанчики, я не знаю, из каких соображений, что выбирается, но вот на этих фидерах, вот эти тюльпаны, они надежные и качественные. И ничего здесь не попирится, не сломается. И они гораздо лучше, чем предыдущие, которые мы смотрели, которые огромные, которые вот так вот я только надавливаю, они тут же все сгибаются. От, грубо говоря, комар сядет, он согнется. Значит, три карбоновых вершинки, но по тестам я сказал. А, ну давайте сразу по реальным тестам, да, скажу. Некоторые вот так любят мерить. Для любителей вот так мерить. Ну вот так. Теперь, значит, написано пятерка. Ну да, согласен, пять. Трешка. Ну, четверка она на самом деле. И двушка. Двушка она, ну, примерно, да, два с половиной. То есть вот на этом фидере более-менее нормальные вершинки, которые правдоподобны. И, кстати говоря, наверное, это не просто так, потому что тюльпаны кто-то на них посадил очень хорошие. Но. В общем, посмотрели. Давайте раскладываем теперь, смотрим строй. Ну вот, друзья мои, мы разобрали все фидерочки наши, положили. Сейчас Константину Михайловичу мы их потрясем. Ну, смотрите, я постараюсь говорить быстрее, потому что по статистике, видимо, у нас люди некоторые не очень интеллектуальные. И больше трех минут некоторые ролики почему-то по статистике, не только мои, а вообще ролики, не смотрят. Поэтому, когда что-то долго делаешь, народ почему-то перематывает или выключает. Значит, в руках у меня пелет фидер злополучный 390 до 90 грамм. Скажу сразу, что вершинки мы ставили средние из комплекта, как обычно. Но вот по кольцам, по-моему, ни у кого вопросов быть просто не может по противозахлестам. То есть огромные кольца, которые 6-8 тысячники, 5-тысячники, все сюда входит легко и непринужденно. Ну, вот смотрите по строю. Ну, бросковый фидерочек, тяжеленький, с не очень хорошим балансом. Но, тем не менее, вот какой есть. Давайте нагружаем. По нагрузке, видите, да? То есть, ну, приемлемый, да? Я не могу сказать, что где-то что-то заваривается, где-то бланк не отрабатывает. То есть такой в среднем быстрый строй с ростом нагрузки действительно бланк включается. Не идеально, неравномерно, но включается. Поэтому не могу сказать что-то там плохого. Так, пока у нас так идут пикирочки. Значит, в руках 300 до 50 грамм с матчевыми кольцами. Видите? Вот такие матчевые кольца у нас. В руках лежит достаточно легко. Ну и относительно собранная палочка. То есть, действительно, можно с ним за карпиком и ехать. То есть, если не учитывать, что какой-то кошмар творится на кольцах на вершинках. Вот я даже сейчас вам, наверное, может на камеру еще поближе покажу. Вот кто увидит сейчас. Видите, вот какие кольца на вершинках и как они стоят. Ну, в общем, какие есть. Нагружаем. Ну, видите, какой упругий пикирочек. То есть, для карпика самое то. Для платвы, для тонких поводков, конечно же, нет. Ну, и серия, в общем-то, тонкие поводки, платва. Деликатная ловля. Это все-таки не начинающие. Здесь по какой-то причине у нас вот это кольцо, ближняя катушка держателя, да, оно слишком огромно высокое. Посмотрите, просто лось. Для чего это сделано, я тоже не знаю. Вот, построен примерно такой же. Это у нас в руках 9 футовик до 45 грамм. Нагружаем. Ну, вот, по строю ничего такого плохого сказать не могу. Видите, он прогибается весь. Ну, как бы, понятное дело, что никто над этим строем, скорее всего, особо не работал. Вот какой получился, такой он получился. 240 до 40 грамм. Пикер у меня в руках. От такой антирекламы, наверное, у меня флагман начнет какие-то нехорошие слова говорить. Итак, 240 до 40 грамм пикерочек. Абсолютно другого строя. То есть, просто дубовенький пикерочек. Я не знаю, какой здесь строй. Его, по-моему, его просто нет. Давайте нагрузим. Вот, по нагрузке что-то такое, да, чувствуется. Но, в общем, для карпа это подойдет. Но не более того. И то, если у вас нет чуть-чуть лишних денег. Следующий, 360 до 200 грамм. То есть, мощная дубинка, негнущаяся, с мощными кольцами. Ровная. Здесь хотя бы колечки правильно стоят. И карта колец правильная. Но, ничего плохого не скажу. Для этого теста и для длины вполне себе удобоварим. Да, тяжелый. Но это 24 тонны уголь. Да, не очень хороший баланс. Но, тем не менее, для рек. То есть, имейте ввиду, что его можно... Я им не ловил, скажу сразу. Я их тестировал. Но не ловил. То есть, я бросал разные груза каждым. Притом замучился мы за товарищем переставлять катушки. Протягивать леску через такую кучу похожих однотипных фидеров. Но, тем не менее, я могу сказать, что перегруз с мягким ускорением возможен до 30%. Ничего с ними не будет. Но, опять же, я не производитель. Поэтому, это просто мое исключительно мнение. Вот теперь смотрите по поводу этого фидерочка. Какой мягкий верх и какая жесткая середина. Вот почему там ступенька такая. Видите? Он должен плавно. Вот Константин Михайлович натягивает. Да, смотри, достаточно сильно. А он почти не прогибается верхней середины. Да, и только вот здесь я сильно тащу. То есть, все. Даже вот еще комель даже не вырабатывается. То есть, это только верх. А дальше уже просто мощный бланк. Был бы он. Можно было бы сделать теоретически. Да, чтобы он с ростом нагрузки. Бланк все больше и больше включался. Тогда и дальность заброса бы увеличится. И так далее. Но вот этот фидерочек, он далеко у вас не бросит. Который я только что положил. Следующий у меня в руках. 390 до 250 грамм. Ну, 250 грамм кормушку метнуть. Тяжелым фидером. Ну, в общем, жесткий. Средне-быстрого строя. Тяжеленький фидер. Из бюджетного угля. Ну, да. Он бросит. Да. Притом, он как раз совсем иначе включается. Вот посмотрите, пожалуйста. Мы когда нагружаем. Видите? Вот посмотрите повнимательнее. Да. Смотрите, какая парабола бланка. Вот он как включается. Видите? То есть, он уже бросает. Почему тот таким не сделал? Ну, не знаю. Вот этот бросит уже далеко. Я им, кстати, 300 грамм кидал. Ну, просто тяжело бросать 300 грамм. Но бросает хорошо и даже с запасом. Значит, следующий в руках у меня. 390 до 170 грамм. Вот эта палочка мне, кстати говоря, относительно понравилась. Ну, в рамках именно этой серии. Я имею в виду не вообще фидеров, конечно же. Вот. Но вот смотрите. Кольца огромные. Все как у всех. Здесь останавливаться не надо. Здесь это единственный, наверное, огромный плюс, который неоспоримый для всех. Ну, вот по строю нагружаем. Вот 170 грамм. Смотрите. Видите, как он включается? То же самое бланк. Включается весь. Видите? Смотрите. Вот он бросковый. Почему он не нравится? Он бросковый. Да, этот фидер хорошо загружается и бросает. То есть, это вот из этой серии одна из палок, которая достойна, в общем-то, внимания в бюджетном таком сегменте. Так, следующий у нас вновь пеллет. До 80 грамм. С длиной 360. Вот такая палка с... Ну, с мягкой мордочкой. Состроим таким вот. Видите, шланговеньким. Ну, сейчас мы нагрузим. Посмотрим. Видите? Ну, построю более-менее. Видите? Вот я, кстати, со всеми вот хоть убей. Я говорю всегда честно. Я не помню, какой он из себя... Я не могу... Я не могу никак именно этот фидер вспомнить. Но по ощущениям он бросковый, да. В рамках теста. Так, 360 до 100 грамм. Ну, относительно приятная. Приятная палочка. Средняя, быстрая, ближе к быстрому. Вот. Но, в общем, для такой длины вполне себе удобоварима. И бросковая, кстати говоря, тоже. То есть, нагружаем. Тоже ничего плохого про него сказать не могу. Я его помню. Я ставил 150 грамм кормушку. Он меня бросал. Видите? Вот очень хорошо. Смотрите. Вот он, Константин Николаевич, натягивает. И включается дальше бланк от середины. И ближе ко мне к комлю. Видите? Очень хорошо он бросает. Так. Следующий у нас 360 до 140 грамм. Быстрый строй. Это у нас свечничок. Так называемый, ну, позиционируется как речник. Нагружаем. 120 грамм кормушку он бросает. Плюс короб без всяких проблем. Более того, скажу, он 140 грамм кормушку бросает. Тоже без всяких проблем. А вот 42 грамма, 56 грамм. Он включается только своей верхней частью. И он особо сильно не бросит вам. Поэтому его надо прогружать. По строю приемлемо, но чуть похуже. Видите? Он загружается похуже, чем предыдущие. Вот, которые мне понравились. Которые я вам говорил. Так, следующий у нас мощный фидер 420 до 160. То есть это дальнобой. Кому нужно максимально далеко бросить. По кольцам все в порядке. Палка очень своеобразная. Вот я хочу посмотреть, пожалуйста, что такое 24-й уголь. Видите, как я бросаю? Я легко трясу. И она уже гуляет. Видите? Она гуляет. Вот при забросе у вас будет так. Она может спокойно насадить на себя. Притом вершинка средней жесткости. Давайте нагружаем. Вот. Небольшой достаточно. Я не жестко достаточно не тяну. Но вот имейте вот этот момент в виду. Опять же, все хорошо. Палка бросит. Бросит далеко. Но чтобы у вас не было захлеста за тюльпан, обязательно пользуйтесь техникой заброса специальной, которая позволяет избежать вот этих захлестов. Просто с обычной техникой, допустим, через тем же маятником, кто как там собирается ловить, это не получится. Будет захлест и будет поломка вершинки. 420-й. Следующий у меня в руках. До 300 грамм. По-моему, это самая мощная палка. Быстрая, жесткая, тяжелая. Конечно, с таким... Со средним, скажем так, балансом. Но для 300 грамм это приемлемо. Нагружаем. Ну вот видите, даже он бросает бланком неплохо. Видите, это хорошая палка. То есть, к тому нужен мощнейший речник. Вот я его вам рекомендую. Это будет лучше, чем то, что я вам рассказывал вначале. По каждому. Так, ну и последний. 390-130 грамм. Вот такой вот мягкий. То есть, понимаете, это вот голубая, да? Это карповая серия позиционируется. И они карповую серию производителей захотел сделать, ну, скажем так, какое-то подобие английского параболика, видимо, да? Поэтому просто при... Но при этом нужно другой уголь брать и там еще масса всего делать. Да, но поэтому здесь из этого угля какой-то пароволик вот такой получился, вот такой вот он и получился. Видите, когда с трясучкой с такой. Давайте нагружаем. 150 грамм он спокойно кормушку бросает, плюс корм, без проблем. Притом еще бросает от 56 грамм. Да, видите, вот он достаточно нормально бросает. Бланк хорошо и вяжет, и отрабатывает. Но, естественно, крупную льву вяжет. Латвичку на 200 грамм он не повяжет у вас. Ну вот, господа, посмотрели. Все разложили. Я думаю, что каждый для себя вынес что-то полезное. Я говорю как есть. Ничего не скрывая. От этого уже, скажем так, какие-то недовольные крики в мой адрес от некоторых фирм-производителей. Максим, но можно было бы это не говорить. Да, и не надо там приукрашивать. Но вот вы это не скажите. Я говорю, нет, я буду говорить, как я считаю нужным. Потому что как мне потом в глаза людям смотреть. Давайте это, скажем так, такая история, что фидер берут для удовольствия. Не для добычи еды, так называемой. Пока, слава богу, в стране не такая ситуация. И я считаю, что я должен давать именно объективную абсолютно информацию, которую, в общем-то, я и стараюсь дать. Если я сам в чем-то ошибся, неведомо, что называется, да, то здесь моя совесть чиста. Но специально ничего не договаривать или, наоборот, преуменьшать, преувеличивать, там, расхваливать или, наоборот, там, да, в негатив что-то сводить, я этого не буду и никогда не делал. Поэтому этот отчетик у нас, этот видеообзорчик получился об этой серии, наверное, в большую негативную сторону. Все-таки серия мне не очень, я думаю, зашла, да и большинству. Ну, кто-то, может, для чего-то ее и берет себе. Ну, как обычно, в конце это чехлы. Чехлы простейшие, с тремя отделениями на завязках. Тонкий синтетический материал. По цвету каемки, как вы видите, можно определить, к какому классу, я имею в виду, к какой направленности относятся фидер, карп, ривер, пеллет. Точность также здесь желтый, здесь розовый цвет. Обязательно, пожалуйста, моя просьба к вам, подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал в социальных сетях, ВКонтакте, Телеграм-канал. Заходите, регистрируйтесь, кто еще этого не сделал. Ютьюб-канал, Рутьюб-канал, Инстаграм и Фейсбук, у кого есть. Для меня это большой плюс, для кого ваше спасибо. Для вас это бесплатные запасные части. То есть, если вы покупаете даже эти фидера, и что-то у вас ломается до двух запчастей в год, вы имеете право получить у нас бесплатно, так как мы официальный магазин от группы компаний «Флагман». На этом всего доброго вам и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok